10 пород собак, которые не подходят для начинающих собаководов. Если вы собрались завести себе собаку, то обратите внимание на советы специалистов относительно сложных пород, которые лучше не выбирать начинающим собаководам. Озвучено по материалам сайта «Популярная механика». Специально для канала Zoom Park. Студия Коломеец. Фото и видео. Причин для того, чтобы завести собаку, может быть множество, но существует как минимум одна, по которой некоторые породы лучше даже не рассматривать в качестве домашнего питомца, неприспособленность к содержанию в доме. Эта самая неприспособленность может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в силу своих размеров большим псам будет некомфортно. Во-вторых, выведенные для охраны собаки зачастую требуют серьезных ежедневных физических нагрузок. А, например, охотничьи породы не могут реализовать свои природные инстинкты в условиях городского жилья. В-третьих, характер некоторых пород требует особого подхода в воспитании и если вы пока что новичок и не обладаете нужными навыками, жизнь с такой собакой может быть опасной не только для окружающих, но и для вас. Сложные породы собак не для новичков, а китаину. За милой внешностью скрывается недоверчивая к незнакомым людям, сложная и агрессивная к другим животным собака. Кроме того, этой породе требуются постоянные физические нагрузки, а дрессировка требует изрядных усилий. Важно учитывать, что такая сложная порода собак как Акитаину не любит других псов, особенно своего пола. Они могут быть благородными и сдержанными, но только когда признают хозяина безусловным вожаком. И да знайте, что Акита обильно линяет дважды за год. Американский питбультерьер – порода, которая требует постоянного внимания со стороны человека, а также правильного воспитания. Если вы новичок в этом деле, и у вас нет должного опыта в дрессировке и возможностей заниматься с собакой, то такой своенравный пес может стать проблемой. Социализация животного – важная составляющая его воспитания. Развивать в нем коммуникативные качества следует с раннего возраста. Без этого трудно будет преодолеть природное упрямство питбультерьера, и он может стать трудноуправляемым. Английский бульдог – собака, которая требует к себе огромного внимания ввиду многочисленных врожденных проблем со здоровьем, а кроме того эта сложная порода очень чувствительна к жаре, стрессу и физическим нагрузкам. Если вы не в состоянии уделять бульдогу массу внимания, то лучше выбрать другого питомца. Английские бульдоги – порода не очень-то аристократическая, они нередко страдают метеоризмом, то есть повышенным газообразованием. Для людей брезгливых такая особенность этой сложной породы может стать настоящей проблемой. Бульмастив Массивная собака сторожевой породы, которая может представлять угрозу, если не заниматься воспитанием пса с первых месяцев его жизни, что может быть трудной задачей для новичков. Бывали даже случаи наипадения на хозяев со смертельным исходом. Плюс не все бульмастивы способны ужиться с другими домашними животными. Бульмастив – сложная порода, которой присущи, так сказать, в контрастное поведение, периоды повышенной активности могут сменяться сонливо-ленивыми состояниями, когда животное невозможно согнать с дивана. Очень активная и подвижная охотничья собака, которая требует повышенного к себе внимания. И по причине того, что эта сложная порода начинает испытывать тревогу от разлуки с хозяином, из-за того, что с другими домашними животными, особенно мелкими, такой пес может не ужиться. Лучшие условия для проживания представителей этой непростой породы – загородный дом с просторным огражденным участком. Питомец, живущий в городской квартире, должен иметь возможность прогуливаться не менее двух часов ежедневно. Далматин, прославившийся своим ярким окрасом собаки, полюбившийся многим по мультфильмам, имеют очень активный характер. Если не заниматься дрессировкой и не давать физических нагрузок, питомец способен превратиться в источник постоянной головной боли, особенно для новичков. Далматинам необходима ранняя социализация и правильное воспитание. Вдобавок без достаточных физических нагрузок они превращаются в неуправляемых деструктивных собак. Поэтому долматины не подходят для домоседов и семей с маленькими детьми, а также для новичков-собаководов. Ротвейлер. Мощная и очень активная собака, которая будет преданным другом и надежным защитником, но только если вы грамотно воспитали и выдрессировали пса. Для новичков эта порода не подойдет. В противном случае такой домашний питомец превратится в бомбу замедленного действия, став угрозой для людей. Ротвейлеры нуждаются в серьезном и сильном наставнике. Создадут массу проблем неопытным владельцам, не имеющим навыков работы со служебными собаками сложных пород. Синбернар. Гигант с очень добродушным характером не подходит для содержания в квартире. Во-первых, из-за своих размеров. Во-вторых, собака чувствительна к жаре и может страдать от тепловых ударов. В-третьих, длинная шерсть и обилие слюны вряд ли порадуют хозяев. Сложность породы в основном состоит в том, что за этими собаками нужен особый уход и, пожалуй, терпение. Взрослые особи в меру игривы и обожают длительные прогулки. А вот интенсивные кардионагрузки представителям этой породы только вредят. Синбернары хорошо переносят умеренно низкие температуры и очень страдают от жары. В летние месяцы животному потребуется специально оборудованное убежище или угол, в котором оно могло бы немного охладиться, поэтому ухаживать за этой породой довольно сложно. Хаски – одна из самых привлекательных внешнепород, далеко не самая подходящая для дома. Собака, которая создана для жизни в холодном климате при постоянных физических нагрузках. Чувствует себя в четырех стенах очень некомфортно и способна доставлять владельцу массу неудобств. Вдобавок собаки этой сложной породы часто стремятся к лидерству. Так что новичкам-собаководам лучше поискать питомца попроще. Из недостатков можно отметить склонность хаски к побегам, чрезмерную, иногда даже разрушительную активность. Особенно в юном возрасте, очень сильный упрямый характер, стремление к лидерству, а отсюда возможные проблемы при дрессировке. Поэтому такая порода все же не очень подходит для новичков. Чао-чао. Несмотря на свой миловидный облик, эта порода отличается невероятным упрямством, что может стать неприятным сюрпризом для хозяина, а также выраженной агрессией по отношению к незнакомым людям или животным, что вкупе с трудностями в дрессировке обещает неопытным собаководам непростую жизнь. Свою собачью любовь и преданность Чао-чао отдаст только хозяину, причем выберет вожака она самостоятельно, и переубедить ее будет невозможно, так что лучше брать щенка, будучи уже опытным собаководом, ведь у новичка в этом деле могут возникнуть сложности. Не только сложные, но и опасные породы собак. Естественно, что перечисленными сложными для ухода и дрессировки породами список не самых подходящих для городских квартир собак не исчерпывается. У каждой породы есть свои нюансы, связанные с характером или здоровьем, но в целом надо держать в уме, что представители пастушьих, караульных, охотничьих и буйцовских пород станут не лучшим выбором для дома и для неопытных собаководов. Ну и не стоит забывать о законах. В России в отношении собак не так много нормативных документов, но, например, в 2019 году был утвержден список потенциально опасных собак. Перечень, который вызвал немало нареканий со стороны кинологов, включает в себя сложных собак, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силой и представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей собак, используемых для травли, и собак аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены. Субтитры создавал DimaTorzok